Умма читай, умма усовершенствуй, между учеными умы и учеными смуты. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге, «Куль халь яста у ладзина я'ламуна, вал ладзина ла я'ламун, иннама я тадеккару улюль-эльбаб». «Скажи, неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают, воистину упоминают назидание только обладающий разумом?» Суратулпы, аят 9. «Я свидетельствую, что не божество, кроме единого Аллаха, у которого не сотоварища, и свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах пророка Мухаммада и его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, поистине, ислам побуждает усердно и усидчиво обретать знания. В этой связи самым убедительным доказательством считаются слова Всевышнего Аллаха «Икра, бисми раббика, ладзи халак, халакал инсана мин аляк, икра, ва раббукал акрам, ладзи аллама билкалам, аллама линсана маалам я'лам». «Читай во имя Твоего Господа, Который сотворил все сущее, и Он сотворил человека из густка крови. Читай, ведь Твой Господь, Самый Великодушный, Он научил посредством письменной тросты, научил человека тому, чего тот не знал». Суразгусток, аяты 1, 2, 3, 4, 5. Так, «Первый небесный приказ неспослан не в откровении, это приказ читать, ибо чтение является первой дверью к знанию, затем указывается на письменную трост, которая является способом записи и передачи знаний. Причем это объясняет всем людям достойность знания, призывает их его искать и получать. Это и есть явный признак того, что Ислам является религией наученной мысли и знания, и что исламская умма является общиной эрудиции и творения цивилизации. Кроме того, полная ссора в благородном Коране была названа письменная трост, и всемогущий Аллах начал ее словами «Нун валькалами ва маястурун» «Нун клянусь письменной тростью и тем, что они пишут». Это подчеркивает важность инструментов и средств знания. При этом знание имеет достаточную честь, ибо величественный Аллах повелел своему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, не приобретать ничего из мирской жизни больше, чем знание. Священный Аллах сказал «И говори, Господи, приумножь мои знания». Суратаха, аят 114. Скорее, пророк Мухаммад, мир ему благословит, Аллах считает поиски знаний одним из видов джихада на пути Аллаха и показает, что усердие при приобретении знания является одной из причин вхождения в рай. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Отправившийся на поиски знания, будет пребывать на пути Аллаха, пока он не вернется обратно». Пророк Мухаммад, мир ему благословит, Аллаха также поведал, вступившему на какой-нибудь путь в поисках знания, Аллах за это облегчит путь в рай. Ведь знания являются одним из столпов строительства стран, с помощью которого народы достигают подъема и развития, и благодаря знанию человек получает свой статус и возвышает свое положение. Священный Коран поднимает престижи обладающих знанием, независимо от их различных специальностей. Аллах всемогущий и достославный говорит «Я рфа Аллаху ладзина аману минкум, валлазина утюль альма даражат». «Валлаху бима та амалуна хабир». Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание. Аллах ведает о том, что вы совершаете. Соропрепирательство, аят 11. Всевышний Аллах также свидетельствует, что обладающий знанием, действительно боятся Его. В Священном Коране говорится «Инна маяхш Аллаха мин аибадихи л'уламау, инна Аллаха азизу мгафур». Боятся Аллаха среди его рабов, только обладающие знанием. Воистину Аллах могущественно прощающий. Сора Ангели, аят 28. Кроме этого, ввиду их высокого положения и авторитета, Аллах удостоил их свидетельствовать о величайшем засвидетельствованном. В Священном Коране говорится «Шахид Аллаху аннаху ла иллаха иллахуа валмалайкату ваулу ла илми каима бель кисту. Ла иллаха иллаху аль азизу л хаким». Аллах засвидетельствовал, что небожество кроме Него, а также ангели и обладающий знанием, Он поддерживает справедливость. Небожество кроме Него, могущественного, мудрого. Сура Семейства Имрана, аят 18. Пророк Миримов и благословение Аллаха подтвердил это, разъясняя, что обладающие знанием являются наследниками пророков, которые направляют людей на путь истиннее света, исправления и строения. Пророк Мухаммад Миримов и благословение Аллаха поведал, поистине обладающие знанием являются наследниками пророков. Пророк и Жене оставляют в наследство ни динаров, ни дирхамов, но оставляют в наследство одно только знание, а тому, кто приобрел его, достался великий удел. Он, да благословит его Аллах, и приветствует также изрек и превосходство обладателя знания над простим поклоняющимся, подобно превосходству луны в ночь полнолуния над прочими небесными святелами. Нет сомнения в том, что ученые, почитаемые Аллахом и восхваляемые пророком, это верные ученые умы, которые осознают великую ответственность, что они несут, а именно достоверность знаний, призыва и толкования. Пророк Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует, сказал, «Да обрадует Аллах человека, который услышал мои слова, запомнил и освоил их, а потом передал их другим, как есть без искажений». Верные ученые умы – это те, кто хорошо понимает миссию, для которой Аллах их выбрал. Эта миссия не основана на получении заработка посредством знаний или религии. Миссия, за которую они отвечают, более возвышенная и грандиозная. Аллах, слава ему и величия, повелевает своему пророку Мухаммаду, мир ему благословение, «Куль ма саальтукум мин аджирин фахуа лакум ин аджири я илля аля Аллах, ва хуа аля кули шаи ин шахид». Скажи, то вознаграждение, которое я прошу от вас, предназначено вам самим, а меня вознаградит только Аллах, он свидетель всякой вещи. Сурасаба, аят 47. «Куль ма асалюкум алейхи мин аджирин илля мэн шаа айят тахида илля раббихи сабила, скажи, я не прошу о вас за это никакого вознаграждения, кроме того, чтобы желающие встали на путь к своему Господу». Сура развлечения, аят 57. Тем самым, в священном короле на языках пророков Ноя, Худа, Салиха, Лота и Шуайба, Мирим, говорится «Ва ма асалюкум алейхи мин аджирин ин аджири я илля аля роббил ааламин» «Я не прошу о вас за это вознаграждение, ибо вознаградит меня только Господь миров». Они все соблюдали эту общую формулу, которая подтверждает единство целей и метода, искренности намерения с Аллахом и полную преданность Ему одному. Верные ученые умы – это те, кто тратит свое время, прилагает свои усилия и предоставляет свои знания ради своей религии и своей родины. Это те, кто руководит людьми по пути умеренности, терпимости и милости, в результате чего их призыв приносят полезные плоды в форме поколений, которые строят без разрушения, возвышают человеческие ценности, возвеличивают человеческое достойнство и поддерживают мирное сосуществование со всеми людьми в рамках безопасности и сохранности. Это и есть полезное знание, которое приносит человеку ползу после его смерти. В этой связи посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, говорит, когда человек умирает, все его дела прекращаются за исключением трех непрерывной милостыни, знания которыми могут ползоваться людьми или праведных детей, которые станут обращаться к Аллаху с молбами за него. Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, всегда прибегал к защите Аллаха от знания, которые не приносят ползы, не строят и не регулируют морал и поведение. Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, повелел, просите у Аллаха полезных знаний и прибегайте к Нему от бесполезных знаний. Он, да благословите его Аллах, и приветствует, также обращался к Аллаху с мольбой, о Аллах, я прибегаю к Тебе от бесполезных знаний, небогобоязненного сердца, от неноситной души и дуа которой не принимается. Вот что я хотел бы сказать, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение печатей всех пророков и посланников, нашему господину пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всеми, кто последовал за ним вплоть до судного дня. Мои братья в исламе, поистине, верные ученые умы это люди праведного руководства, праведного и умеренного характера, они очищают религию Аллаха от толкования невежд, необоснованного от вреждений льжицов и искажений приступивших. А что касается ученых смуты, то это те, которые принимают религию Аллаха в качестве средства для реализации своих целей и задач. Они осмеливаются атаковать религию Аллаха и выпускать вредные и бесполезные фетвы, направленные на разъединение вместо объединения, разрушение вместо строения и обвинение людей в неверии, отчего предупреждает ислам. Пророк Мухаммад Мирима благословен Аллаха поведал, если человек скажет своему брату о неверии, то, несомненно, это слово ляжет на одного из них. Если тот, кому это было сказано, действительно таков, как было сказано, то за это нет ответственности, в противном случае эти слова вернутся к сказавшему. Ученые смуты принимают в качестве метода фундаментализм, экстремизм, бескомпромиссность, что вступает в полное противоречие с терпимостью и умеренностью ислама. Ведь ислам избавил людей от всякого затруднения и сняли с них все трудности. В священном Коране говорится Он не сделал для вас никакого затруднения в религии. Сурахадж, аят 78. Посланник Аллаха да благословите его Аллах и приветствует, тоже сказал Радуйте и не отвращайте, облегчайте, а не усложняйте. Так, строгость фетвы противоречит терпимой и умеренности, характерной для истинной исламской религии. В священном Аллах сказал Мы сделали вас общиной придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве. Суракарова аят 143. Середина означает справедливость, умеренность и избегание чрезмерности, которая является причиной гибели народов. Посланник Аллаха да благословите его Аллах и приветствует в этом отношении изрек о людях остерегать чрезмерности в религии. Воистину ваших предшественников погубили чрезмерность в религии. К ученым смуты относятся такие, которые говорят без знания и вводят других в недопонимание. Они не осознают, что уме крайне необходимо принимать во внимание надлежащей причине событий и что заселение света является одной из самых важных целей религии и что люди не будут уважать нашу религию, пока мы не добьемся успехов в наших мирских делах. Однако некоторые, которые этого не понимают, посвящают свои проповеди абсолютному предупреждению от земной жизни, таким образом, что мешают многим простым людям правильно понять взаимосвязь между жизнью и религией и осознавать необходимость учитывать надлежащие причины событий. Они неверно истолковали значение аскетизма как изоляцию от жизни, игнорируя слова Всевышнего Аллаха Господь одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни и защите нас от мучений в огне. Между тем, мы утверждаем, что смелости специалистов давать ветви это личное заблуждение и введение других в заблуждение. Как же часто ветва данная беззнания вредит жизни людей? Сообщается со слов Джаберабна Абдуллаха «Мы отправились в поездку и в одного из нас попал камень, разбив ему голову. Во сне у него произошла полюция и он спросил у своих спутников «Могу ли я очиститься песком?» Они ответили «Мы думаем, что ты не должен очищаться песком, если можешь искупаться водой». Он искупался и умер. Вернувшись, люди рассказали об этом посланнику Аллаха благословите его Аллах приветствует и он сказал «Они убили его, пусть и же Аллах убьют их. Почему они не спросили о том, чего не знали? Воистину, исселение невежества это вопрос. Ему было достаточно очиститься песком, перевязать рану, обтереть повязку и помыть все остальное тело? Как же нам нужно, чтобы каждый из нас ограничился своей специальностью и приложил свои усилия только в том, чем он хорошо владеет, учитывая богобоязненность, уважая знания, принимая во внимание серьезность слова? Сколько же слов, произнесенных без знания, были причиной разрушения, разрухи и разложения? Мольчание лучше, чем слово, которое причиняет только вред. Если молчит тот, кто не знает, то спора не будет. Пророк Мухаммед мир ему и благословение Аллаха поведал, пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, говорит благое или молчит. О Аллах, покажи нам истину истиной и помоги следовать за ней, также покажи ложь а Господь сделай наши знания полезными, одари нас полезными знаниями и приумножь их. О Аллах, защит Египет и все страны мира.